Привет, Китай! Это я, Романыч. Я чувствую, вы не понимаете, насколько серьезный сегодня у нас аппарат. Потому что это смартфон не просто для пацанов, а для настоящих блатных мужиков. Kingzone N5 в нашем сегодняшнем обзоре. Покупать на Алиэкспресс безопаснее с АлиТулз. Рейтинг доверия продавцов. История цен. Популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Вот бывают смартфоны такие, знаете, неоднозначные, а здесь все однозначно. То есть здесь стоит 4-ядерный процессор MTK6735, о котором я уже устал повторять. Видеоускоритель Mali-T720. 2 гигабайта оперативы, 16 гигабайт флеш-накопитель. И дальше пошло по накатанной. Но тут они берут и бьют резко по яйцам, потому что смартфон 2300 мАч. Вот еще раз сейчас. 2300 мАч. На 2015 год, момент, когда его выпускали, 2500 мАч. Это на одном сайте пишется и 2300 пишется на другом сайте. Кому верить, я честно говоря не знаю. Это опять же очередной китайский производитель, о котором вы, может быть, слышали, а может быть и слышите в последний раз. Потому что конкуренция в Китае очень-очень-очень такая серьезная. Поэтому я не знаю, сколько проживет эта компания. Но на данный момент она живет и причем выпускает очень такие неслабые смартфоны. Попробуем сразу его включить. Единственное, что я могу сразу заметить, то что по дизайну, молодцы, пацаны по дизайну реально фишку лупят. И прям лупят еще, будь здоров, бы всем так лупить. Вот такой вот аккумулятор. Давайте посмотрим, что на самом аккумуляторе пишут. Вот по чесноку Kingzone, сколько у вас здесь? 2600 мАч. То есть пацаны вообще не парятся. На аккумуляторе они пишут 2600 мАч. Видим, что симки сюда вставляются нормальные, человеческие. Есть вот одна, конечно, не совсем человеческая. Ну, блин. Придется немножко свои булки-то поразмять и пойти заказать или обрезать свою симку. То есть это делается сейчас, в принципе, в один клик, в один счет. А по дизайну вообще претензий нет. То есть когда я вижу зачастую смартфоны за 100 баксов, мне вот просто хочется от них болевать. Меня тошнит от этих смартфонов. Но сейчас, когда я взял руки Kingzone, несмотря на то, что этому телефону уже почти около года, несмотря на то, что я имею в виду, что он выпускается около года, это не новинка, это то есть вот не горячий пирожочек. Это очень приятная задняя крышка, на которой ты будешь лапать своими жирными ручищами, но ничего не останется. Это очень приятно сделанная вот такая выпуклая камера. Да, есть вопрос, что ты ее обстол или еще какую-то херню сможешь запороть. Вот удивили старика очень сильно, что вот эта вот кнопка разблокировки и включения. Зачастую всегда вот эта вот качелька громкости, и я как тупой вот здесь вот пытаюсь что-то настроить, а на самом деле, и вот на эту кнопку включая, на самом деле она вот. Вот это вот удивили старика по-настоящему. Ну, русский язык здесь по-любасу есть, в принципе, это даже не интересно. Сразу хочу сказать, что вот эти вот клавиши не подсвечиваются, и это тоже своеобразный косяк. То есть надо дорабатывать, надо что-то думать насчет этих клавиш. Ну, нельзя так оставлять Kingzone. Я уже сколько раз говорил другим производителям, что, ну, делайте, пацаны, делай. Вот видите, вот что я нажимаю на эту клавишу, что он тормозит. Вот это мне косяк не нравится. Давайте с комплектом разберемся. Здесь фирменные наушники от Kingzone, да? Да, фирменные наушники от Kingzone. Дальше вот такой вот фирменный кабель. И сейчас зарядку посмотрим. Кстати, очень давно не видел я вот этих вот пакетов. Вот эти вот нежные пакеты, которые просто рвутся на раз-два. Но они очень нежные, и некоторые компании очень их любят. Вот такая вот фирменная зарядка. А хер вот такой вот показали они, никакой не фирменной зарядки. И вот такой мануал, и молодцы, что положили пленку. Слава богу, догадались положить пленку. Все. И вообще главный символ этого телефона, мне кажется, вот эта вот картинка. Поэтому я ее ставлю на фон. Что я вам еще хотел показать? Камеру. Я сделал несколько снимков, чтобы вам стало понятно более-менее. Давай начнем. Все-таки я хочу начать с основной камеры. Вот так вот она снимает в абсолютную кромешную темноту. В принципе, камера снимает сносно. Здесь 13 мегапикселей основная камера. И 8 мегапикселей у нас получается фронталка. В общем, смартфон стоит, я вам не договорил, что он стоит где-то примерно 100-110 баксов. Он обладает офигенным дизайном. Он очень легкий. Вот так вот снимает основная камера в обычное освещение. При условии, что мы два раза тапнули на экран, и у нас еще ничего в хлам не размыто. Я считаю, что этот результат очень даже неплохой. Вот так вот снимает краски и картинку передает четко. Вот что он делает сзади. То есть он спокойно может блюрить задний фон. Видите, как аккуратно он сзади разблюрил. 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 Поэтому фронталку я бы здесь в актив не занес. Вот эти клавиши меня прям уже добивают. Меня прям они бесит. Они подтормаживают, тупят. И вообще смартфон работает, я бы сказал, не есть как прям так люто-быстро. Нет. Смартфон работает как-то немножко так притормаживая, призадумываясь. Есть вот какое-то приложение Smartway. Я так понимаю, что здесь управление какими-то жестами. Я вот эти вот новшества с управлением жестами, их засунуть в смартфон, как вот нехер делать. Но нужны они человеку или нет, я не знаю. Зачастую это просто тупое засовывание за ваши бабки вот этого софта. Тупого софта, мусорного, помойного. Есть вот еще какая-то прямая. То есть вот порой какие-то приложения непонятные. Не всегда срабатывает эта кнопка. Вы сейчас это видели, меня тоже это бесит. Вот за что я прям хочу занести актив кинг-зону, так это за их заботу о клиентах. То есть когда телефон купили, они потом не забыли. Когда они получили бабки в свой карман, они потом не забыли клиентов. И есть беспроводное обновление. И как только я включил Wi-Fi, моментально мне пришло оповещение, что уважаемый Романыч, вам пришло вот это вот беспроводное обновление. И обновление по воздуху это один из плюсов, которые я обожаю. И которые я постоянно говорю, чтобы оно было. Это нужно обязательно в каждом смартфоне. 2016 год, вы китайцы уже в конец охерели. Вы порой в смартфоны за 150 баксов не засовываете беспроводное обновление. И я считаю, что это уже не компания, а просто какой-то отбросок. Это какой-то мусор, а не компании, которые не могут полностью обеспечить своего потребителя. То есть вы его вот сюда загоняете, и вы говорите, покупай, красавчик, у нас телефоны, но потом мы тебя плавно пошлем нахер. Вот кинг-зон так не делает. И вот они сейчас загружили, мы обновление, обновимся. Может быть, будет все дело быстрее. Но сейчас, в данный момент, смартфон меня удовлетворил, ну так на троечку. Порой я понимаю ваши претензии. Что, мол, Романыч, зачем ты берешь старые телефоны? Что с ними можно делать? Уже просто прошло там буквально, ну чуть ли не полгода, даже больше, и ты его берешь. Я вам отвечу на этот вопрос. Есть конкретное объяснение. Если мы берем, допустим, какие-нибудь там айфоны 6, айфоны 5 и все вот это вот прочее, то цена по мере того, как новый выходит, на старый уменьшается. Но там уменьшается прям значительно. То есть, если там было 60 тысяч, отрезали так, что получилось 40 тысяч. Вот, допустим, когда седьмой выйдет, он будет шестой, где-то стоит 40 тысяч. В китайских телефонах, так как они сами изначально недорогие, то цена потихонечку, потихонечку опускается. То есть, допустим, когда этот телефон Kingzone N5 стартовал, он стоил где-то около 130 баксов. Там 130, 140, где-то так. Сейчас эту мобилу на Алиэкспресс можно зайти, зайти и найти за 100 баксов. Ссылку я оставлю в описании, зацените. Может быть, сейчас там и другая цена. За 100 баксов эту мобилу можно спокойно найти на Алиэкспресс. И вы понимаете, что за 100 баксов вы получаете мобилу. Ладно, я сейчас не буду перечислять те самые характеристики, но то, что там 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт накопитель, там процессор неплохой, 67-35, все вот это вот в совокупе. Но самое главное здесь не это. Не это, поверьте, не это. Самое главное, что за 100 баксов вы получаете 4G. Тот самый 4G, о котором просто все мечтают. Все оргазмируют от 4G, но они никогда его не пробовали зачастую. И если не касаться больших регионов, вот этих всех глубинок, всем хочется 4G, но у них нет. Но если ты какой-нибудь москвич мажорный, или просто в Питере живешь, и тебе захотелось что-то китайского, ты можешь спокойно затестировать 4G. Допустим, у нас в провинции в Олском 4G тоже ловят. И слава богу. У меня стоит симка от мегафона, и все нормально. Телефон поймал 4G, никаких проблем. Человек, я читал отзыв, писал по поводу МТСа, тоже никаких проблем. 4G ловят не китайский 4G, настоящий российский 4G. И такой даже есть. Еще одна интересная штука, что он, сука, красивый. Я не знаю, по-другому не могу сказать. Он реально завораживает. Когда ты смотришь на вот эти вот невзрачные, невзрачные овощи, вот я прямо сейчас вот так вот показываю букетом, сразу, чтобы вы видели. Вот они, невзрачные овощи, которые я считаю. Я понимаю, что у всех там вкусы по дизайну совсем разные. А вот наш овощ. То есть вы смотрите, вот три овоща, а вот наш овощ. Совсем разное. Дизайнерское решение. Молодцы, что придумали. А здесь Kingzone прям отдельный плюс, потому что реально мне угодить по дизайну, это очень надо постараться. Зачастую мне в последнее время смартфоны не нравятся, потому что они однотипные. В свое время, пацаны, когда перестают интересоваться телочками, им все телочки на одно лицо. И также, наверное, мне телефоны, когда они мне стали не очень интересны, они мне прям все на одно лицо. Но вот эта вот телочка сегодня выделилась. Короче, что еще я интересное хотел подчеркнуть? По поводу звука. Вы всегда мне говорите, что, мол, опять же, Роман, мы все прекрасно понимаем, что ты из контакта воспроизводишь. Он говорит, попробуй воспроизводить оригинальный звук. Вот который прям вот он есть, стоковый звук. Прям скачай себе какую-нибудь композицию на телефон и загрузи. Вот они, две композиции на телефоне. Я вам сейчас покажу, как звучит оригинально. Без контактов, без всего. Нет, я еще могу жестче поступить. Я это все дело открою через плеер. Вообще. Вот это я же ищу сегодня. Время сходит с ума. Нет ничего не жне. Каждой клеткой с тобою рядом. Я радуюсь дневному следу. Шикарная песня. Тону глазах твоих, как в океане. Нет ничего не жне. Твоих касаний. И словно таю. С каждой минутой поступаю с тобой. Здесь. 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 Двух треков понятно, что здесь со звуком катастрофа. И я даже хотел, наверное, общий итог подвести по поводу всей последнее время китайских смартфонов. Задрали. Все, кто стоит дешево, у них конкретные проблемы со звуком. Китайцы, одумайтесь. Звук не так тяжело сделать. Надо делать звук, потому что, ну это убожество. Я протестировал в последнее время три телефона. Нигде нету достойного звука. Фирмы совсем разные. Нигде нет достойного звука. В общем и целом, по поводу этого смартфона, я могу сказать следующее, что он реально меня зацепил. Мне он понравился. Все фотки вы сейчас посмотрели где-то на экране, которые я нафоткал. Опять речитатив читаем. И что могу сказать, что фотки на самом деле дерьмо. 13 мегапикселей это вообще, это где-то вот там 13 мегапикселей, а вот здесь вот наш телефон. При всем том, что я в него влюбился, фотки он делает дерьмо. Если вам фотки чисто там запечатлеть, случайные ваши встречи и вот это вот все, тогда да. Если вы собрались делать качественные фотки, как вы там отдыхаете, еще где-то, вообще не этот случай. Прям вот далеко не этот случай. Короче, огромное спасибо, что смотрели. Я попытался донести итоги вот этого смартфона тюремного. Ну и инстаграм, перископчик и все ссылочки в описании. Паблик, самое главное, не забудьте, зацените паблик. Там движ надо навести. Все, пока. Я старался. Лучше герач, наверное, себе закалывать, и тогда будет, наверное, хорошо. Тогда вообще все будет отлично. И знаете, мне самое удивляет, когда вот это начинается, то, что говорит, ну я не профессиональный спортсмен, зачем мне пить протеин? Это что за херня? Кто вам сказал, что если ты не профессиональный спортсмен, то тебе не нужен протеин? Ну ты не жри, вот зачем ты мясо ешь? Зачем ты творог ешь, если ты не профессиональный спортсмен? Зачем ты творог, если ты не профессиональный спортсмен? Продолжение следует...